Портреты заказчик твой. Ну, можешь никто ничего не купить. Для того, чтобы не обидеть, что ты мучился шесть часов. Нет, я на это вообще не знаю. Потому что дома повесить такой вот, ну, не знаю, может не в сеть вот это повесишь. Стенки не сватят. Да подожди, тут дело не в стенке, просто вот конкретно. Да, это художество творчества портретов. То есть, нет, я понял. То есть, тогда здесь должна быть парадная. То есть, ее должны купить. Для того, чтобы либо гордиться там своим лицом, либо там что-то приукрасить, да, либо там... Вот, если я, допустим, нахожусь на стадии эксперимента, мне все равно, допустим, купит ее или нет. Если я выполняю какой-то заказ почертежа, то я заинтересован ее продать. Точнее, меня даже заказывают из-за того, что я только так могу и сделать. Такой свет нужно. Вот, ну, техническое задание получаешь как-то, да? Выполняешь этот заказ, все, она уже куплена. Но заказчик, значит, какое техническое задание может быть? Он не следующее этим вопросом. Какой это следующее? Не могло, чтобы было все красиво, ровненько, значит, изящно, чтобы все было видно. Не-не-не-не, заказчики многие понимают больше, чем мы, даже иногда. Они приходят в целой комиссии, 5-6 человек, они показывают тебе, вот как нас снимал, там, Иванов, Петров, Север. Нужно еще мне заказчики. Другие. Да, они не приходят по одному, те, которые платят деньги. А те люди, которые приходят на тобой поиздеваться, которые потом деньги не заплатят. Да, тот не знает, что ему нужно и никогда не узнает. И даже когда ты ему все сделаешь идеально, как он бы хотел бы, он все равно скажет, Ну ты творческий человек, ты меня понимаешь, даже так не надо. Вот поэтому здесь угодить этому человеку потенциально невозможно. Надо сказать, приходи через два года, тебе эта фотография очень понравится. Может быть, да. Но я вот, когда ко мне приходят, допустим, заказчики, я им сразу говорю, вы вообще знаете, что вам нужно? Они давно знают. То есть вот такой заказчик должен быть. Умный заказчик. Он должен знать, за что он платит деньги, получить товар. Не говорите себе, я хочу, чтобы вы меня сфотографировали, сделали красивый портрет, я повешу его в спальню. Там или в зале. Ну это не заказчик. Ну как он? Нет. Вот ко мне приходят, моя работа... Это заказчик на 90%. Нет, нет, нет. Ну что они нет. Вот мои... Украинцы. Нет, нет, нет. Это не заказчик. Это человек приходит просто на тобой поиздеваться, проверить, что он круче тебя. Нет, нет. Те люди, которые, они приходят, они к тебе приходят на твои образцы. Они тебя видели уже. Вот они... Есть такие сайты, 35-е фото, или там сайты, там расфокусы. Там, ну неважно. Много информации всякой. У меня своя страница ВКонтакте. Они приходят и ко мне прямо вот приносят фотографии. Говорю, вот у меня девушка с бусами была. Одна меня просто говорит, вот хочу такую фотографию и все. Любые деньги отдам. Вот сделай какую фотографию. Я говорю, я не хочу больше так снимать, мне не нравится. Фотография некрасивая. Никак. Никак. Она просто не пришла, пошла в другую фотографию и все. Но почему тебе, Мальцам, не сделать точно так же и взять с нее деньги? Ну, я что-то не пробовал. Мне не по душе. Один раз прогнешься, будешь прогибаться. Они должны видеть образцы. Пусть это не плохо. Вот я снимаю, прогнешься, подашь. Я снимаю плохо, они должны меня оценить, допустим, на 1000 рублей. Нет, есть понятие коммерческая фотография. Значит, есть понятие вот такая творческая фотография, когда вы делаете именно то, что вы задумываете. Ну, это я для себя, в общем-то. Да, да. Я хочу, мне какой-то внутренний мир свой, если он там, скажем, достиг какого-то уровня, пускай самого маленького. Он все равно, он должен мне соответствовать. И я должен соответствовать своим работам. А если они хотят там супер, допустим, можно снять там или косереблатом, или еще каким-то там специальным, да, фотоаппаратом, супер-пупер изображение, там будет каждый микрон заметен. А у меня нет такой техники, или я так не умею снимать, или я такой свет поставить не могу. Физически не могу. У меня просто технические условия не позволяют в студии так сделать. Или мне надо снять группу из 800 человек. Я тоже это не могу снять. И, соответственно, я от этого заказа отказываюсь. А они видят образцы мои и говорят, мы хотим будет снять, вот мы вот видели там прозатого человека, хотим усить такой темной тональности там на черном фоне, там с одним источником света. Да, все, это мой заказчик. Я начинаю с ним работать. Ну, к примеру, я просто до этого момента чего-то достиг и могу так сделать, так же, как они хотят. А что-то супер сделать, улучшить там, то что они еще сами пока не знают, я так не могу. Они сами не знают, там покажите, а где я покажу, у меня нет этих образцов, я так никогда не делал. То есть я тоже ограничен, да, то есть я не могу так, я снимаю, как мне нравится. Сергей, эти ваши бородатые друзья не могут быть коммерческими заказчиками? Нет, не могут. Они не коммерческие заказчики. Хорошо. А тогда те, которые слишком подираются, вы сразу отказываетесь снимать, да? Нет, а, как сказать, если они ко мне подходят, снимать так же, как вот, вот, 122-я фотография или там 128-я, если я могу себе это позволить, если я как бы, если я вижу, что человек интересен для меня и он так может сделать. А приходит зачастую человек, который, он даже не гибкий. Он говорит, ты же профессиональный фотограф, ты что, меня так снять не можешь, что ли? Я говорю, ну для этого вы должны позировать, как-то там улыбаться, как-то войти в образ. Он говорит, ты зачем? Ты же профессиональный, ты что, офигел, ты что со мной делаешь? Ты меня унижаешь сейчас. Ну, конечно, я так не сниму. Бесполезно, если он не гибкий, если он не контактный, если он сам не хочет этого получить. Это как фотошопе. Мне вот в фотошопе легче вырезать его мордашку 3х4, вставить любую из этих картинок и сказать, вот я снял так же, как я вот это снял для человека. Ну это что, это разве, это фотография? Ну это как на Новый год, как в детском сайте. Сергей, еще вопрос. Названия рождаются свободно или путем мысленных усилий? Мне вот честно, мне вообще честно, назвать работу, я бы назвал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я на этом бы ограничился, потому что мне всегда казалось, что название или сама работа рождается не в процессе ее изготовления, а потом, намного позже. Она должна, человек ее должен увидеть, посмотреть, как-то войти в ее состояние, а потом только назвать. Называете выше? Ну я бы называл бы 1, 2, 3, 4, 5. Правильно, опус 1, опус 2 и так далее, так далее, так далее, так далее. Так, кстати, делают. Монахарь, монах, наставник. И же они появились уже. Ну это понятно. Ну я бы, да, это появилось, это вынужденно появилось, потому что нужно название. И название должно быть разностороннее, разнообразное. А на самом деле это всего лишь там, ну как вот правильно сказать, источник 1, фото, план номер 2. Ну что там еще могло прибавиться? Ну у человека появилась какая-то глубина. За счет чего? За счет освещения. Ну а если это расценивать как экспериментальную базу, то как хочешь назови, только эту печку несу. Вот. Ну это я так считаю. За исключением, когда фотография действительно какая-то очень мощная. Когда вот она сама за себя говорит, и она уже название как бы имеет. Там, не знаю, как это, какие темы это. Ну это больше репортаж, это жанр, да. Но у меня немножко другая там. У меня действительно 1, 2, 3, 4, 5 фотографии называются. Мужской стиль 1, мужской стиль 2. Да, 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 да. Я по-другому даже не могу понять, как там можно. Сергей у нас есть фотограф. Сергей рассказывал. В общем, нашел его на фейсбуке и уже 2 выставки вот здесь были. Снимает телефон. Удивительная подпись. Даже не поймешь, что здесь более ценно. Подпись фотографии или сама фотография. То есть какой-то новый жанр. Убери фотографию, нет ничего вообще. Соедини и сразу. О, как? Да. И я его спросил. Карась, ты вот скажи, блин, как тебе это? Что теперь рождается? Название или вот ты увидел картинку, а потом название. И он задумался и навсегда. Потому что это, ну как, ну вот оно как-то вот. Ну это синтез. Да. Это синтез. Это состояние такое. А вот для автографии, вот скажем, у Андрея Бардоша. Да. Ну что их называть, да? Будешь называть, только испорчить. Правильно? Ну да. У Сергея Михайловича очень хорошее название. Можно сказать, что мы их проявляем на фотографии номер 182. Все вспоминают на фотографии номер 182. Мы знаем, о чем говорим. Опусть. Ну это намного даже актуальнее, кстати. Чем мы сейчас придумаем название, оно им может не соответствовать. Или вот на сегодняшнюю секунду, да, мы чем-то сейчас наполнены. У нас какое-то настроение такое не очень, да? Мы посмотрели, ну как же, ну как может красное знамя быть? Ну в том же совсем другая работа. А послезавтра она может зеленое знамя быть. А потом еще какие-то... Зеленое знамя, знамя ислама не надо. Нет. Я вообще это абстракт имею ввиду. Тем более в данный момент, если это абстракция, да, практически здесь может название каждые пять минут рождаться. И все будут, все названия будут правы. Вот. Поэтому я считаю, что название иногда действительно может затормозить. Затормозить весь процессинг. Вот. Но фотография должна выйти. Она должна быть. А еще, а еще вот такой вот из практической съемки. Значит, вот поставил камеру, поставил свет. Вот. И начинаешь что? Значит, моделировать, значит, модель, ракурс, повороты, там, наклоны, да? Значит, или снимаешь все время быстрыми кадрами и с ним разговариваешь, и ловишь какую-то ситуацию? Или как это? Вот смотрите, как у меня сейчас происходит. Я, допустим, у меня сейчас стоит в студии один огромный октябок с два метра. Угу. Я создаю имитацию света из окна. Вот как элементарно, вот как раньше нас учили, вот художник, да? Он свет из окна ставит там вазочку и рисует спокойно. Я ставлю один источник света, след из окна. Огромный, да? И все. Для меня других источников света больше нет. Человек стоит и просто пытается саморевизоваться при мне. Показать, или он какой-то брутальный, или вот у него депрессия. Ну, конкретно. Вот как? Вы ему говорите, как встать? Нет. Значит, левую ногу вперед, руку правую на крестку или что? Как? Вот я хочу... Я вот если честно, вот у меня... Или он сам крутится, вот, а вы снимаете? Если честно, у меня тоже вот здесь по-всякому происходит. Если я вижу, что человеку надо начально как-то выстрелить. Ну, просто он вышел на подиум, да? Ну, грубо говоря. Ну, у меня там небольшой подиум, сантиметров сорок, допустим. Искусственные полы. Они ездят у меня на колесиках от белой стены до серой стены. Вот так. Свет из окна, который имитацию вот этот создает октабокс. И он просто встает в самую простую позу, которую он нормально себя ощущает. Ну, просто вот у стола. Вот так. Замок, да? Как все неизвестные. Или там вот так. Ну, тоже замок. Далеко ходить не нужно. Вот. То есть все такие позы достаточно закомплицованные. То есть он другого ничего создать не может. Будучи в камерных условиях, в камерных, он и создает камерные позы. Правильно? То есть я искажу стандартный поз, я пытаюсь ему что-то там, что-то с ним общие вспомнить, что-то рассказать. А помнишь, что это на 788 фотографии вот так выглядит. Он, нет, 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 пошли тебе найду. Я ему показываю. Он, а, понял, понял. И абсолютно другую позу ставит. И слава богу. В такую позу он никогда уже не встанет. Вот. И он начинает просто, я прошу его двигаться, то есть менять какие-то позы, менять настроение. Там иногда может даже засмеяться. У меня был парень, он пытался в театральное поступить. Вот в Питале, кстати, вот там «Игра богов» вот этого «Целовек солнца». Это вот, это потом уже импровизация, название, да? «Игра богов» почему она так создалась, как бы такая тема? Потому что люди очень часто говорят «Я там бог». Ну, бог и бог, ради бога. Ты знаешь, как себя вести, ты знаешь, как жить. Живи. Живи, я буду радовать. Как я видел себя богем на Олимпии? Ну, это не важно. Просто человек настолько максималист или настолько закомплексован, что ему кажется, что он же бог. На самом деле он закомплексован. Он дальше не знает, куда идти. Он увидел стенку. Он говорит, я сейчас ее лобом расшибу. Но стенка, оказывается, намного сильнее его. Да и он расшибает себе лоб и погибает в итоге. А ему кажется, что он абсолютно прав. Абсолютно. Ну, не ради бога, пускай. И появились вот эти вот линии. Появились вот движения сквозь пространство. Он расшибает лобом, получает шлейф. Тем самым продолжение сериала, да? Как бы. То есть мы можем все, что угодно там придумывать себе, но вот видим этот шлейф, да? Вот. В итоге то же самое вот все происходит и с этим человеком, который придумывает себе прозу. А через технический как у тебя шлейф создается с удивительным источником? А вот вы говорите. Четыре секунды. Длительность вырежет. Ты включаешь постоянный свет? Ты включаешь постоянный свет? Вот у меня стоит несколько типа дирлянд, фонариков. Они постоянный свет. Постоянный свет размазывается от четырех секунд. Потому что я снимаю вот от этого человека. Он в течение там одной-двухтысячной секунды освещен. А потом идет шлейф. Я вот так руками перевожу. И вот эти четыре огонька дирлянды превратились в его продолжение. Ну никто же не знает, что это всего лишь четыре огонька, да? Ну все это видят на картинке. То, что есть. У нас сейчас импульсным светом практически никто не пользуется. Я пользуюсь, я даже придумал для себя понятие гибридное освещение. Хотя это, блин, понятие давно уже придумано. То есть я беру часть света из окна. И часть у меня стоит, допустим, на импульсе фильтр голубой. К примеру. И свет из окна. Свет из окна дает желтый, да? Оттенок. Это дает голубой. В итоге они синтезируются. И получается грань вообще еле заметная. Но в итоге этот свет красив по-своему. Свет из окна обалденный по-своему. Просто синтез. И все. И ты вот этим, когда ты этим пользуешься каждый день, тебе это вообще проблем никаких. Если ты это снимаешь раз в полгода, то для тебя это тупик. Как это сбалансировать? Ну никак. Вообще. Забрось эту кремлю и все. А если ты снимаешь каждый день по полчаса, то есть сегодня ты захотел стакан чая снять. Сними. Посмотри. Синтезируй, да? В следующий раз ты человек так снял. Потом собачку снял. Потом натюрморт снял. Потом еще что-то снял. А весь инструментарий в тебя это запаковывается. И ты им уже пользуешься как на творческих началах. То есть, хочу сделать мутную фотографию. А кто мешает? А кто нам запретил? Да? Ну не продастся она новую. Ну ты сам выражаешься. Это какое-то твое настроение на сегодняшний день. Это твоя вот это вот, я не знаю там, как это правильно сказать. Состояние души даже какое-то. Ты сам наслаждаешься от процесса, что у тебя статичный объект начинает двигаться. Или наоборот движуха все останавливается. Ну и так далее. Ну, ты сам руководишь процессом и знаешь где остановиться. Или точнее где не останавливаться, а идти дальше. Сергей, вот вы говорили, что вам могут прийти пять человек, поиздеваться. Ух! Ух! Их не цель показать, что они лучшие, что ли, лучшие вороперки. Это по контракту или заказывать? Нет, это люди, обычные люди. Они приходят, говорят, ну я же тебе заплатил две тысячи. Ну заказывай. Ну я же тебе две тысячи заплатил, а ты снять меня элементарно не можешь. Вот две все картинки вон, извините, все мутные какие-то, блин. Ты что там наснимал деревья в каких-то идиотских, одни глаза от людей наснимал. Ты что просто не можешь снять, что ли, за две тысячи-то? И начинают над тобой изгаляться по полной. Я говорю, ну вы же видели образцы, как я работаю. Вы почему пытаетесь меня перестроить на другой лад какой-то? Тем более они говорят, да, мы видели, мы согласны, мы так будем. А в итоге они приходят и начинают над тобой издеваться. Нервы надо. Да. Ну я тебя условно называю. На самом деле никто ни от кого не отказывается. Мы будем работать с теми людьми, которые есть по жизни. Ну просто есть ипопея какой-то твоего результата, а есть вообще бессмысленные как-то убийства, затвора. Ну чтобы это как-то сочеталось, что ли. Вот, наверное, как-то надо больше то, что нравится, а не то, что продается. А никто не знает вообще, может произведение искусства, никто не знает, что это такое вообще, если честно, как оно выглядит и как его пощупать. Человек приходит, будучи очень богатым, и говорит, я хочу купить вот эту картину. И он платит за нее 100 тысяч долларов, допустим. И сразу все твои расходы за 50 лет ты все окупаешь. Ну я условно просто говорю. То есть нет определения купить искусство или что-то там. Ты можешь купить и у человека, или он вообще это дарит бесплатно. Говорит, возьми в подарок. Ты берешь и говорит, блин, что ты там древний снимал. А потом оказывается, что человек очень неизвестный. Его картины там расценились на вес золота, да? Вот пример. Мы же тоже не знаем этого. Когда эта вот кульминация произойдет? Когда действительно человек вот этим насытится, вот этой бытовухой, и в конце концов ему понравится то, что он, от чего сам в шоке. Он увидит мутную кошку и скажет, это картинка всей моей мечты. Да? И при этом увидит породистую супер кошку, супер освещение, и вообще на нее не обратит внимания. Поэтому здесь очень сложно в этом плане. Короче, каждый заказчик, как говорится, со своим зиком. Ну, я вам честно скажу, я не коммерческий фотограф, поэтому я сторону оплаты пропускаю. Потому что зачастую я занялся фотографией только из-за того, что меня она привлекла вот к какой-то своей бесконечной самовыразительностью или самовыражением, что ли, бесконечным. Когда ты можешь выражаться в каждой запятой. Когда ты не обладаешь навыками английского языка, но посылаешь свои работы в Англию, почему-то их понимают и говорят, вау, нам понравилось. Хотя всему миру может не понравиться. Вот, а одному человечку понравилось, и он действительно может внести очень глобальные изменения в оценке вообще всего фотоискусства. А может и не вносить. Поэтому, я говорю, здесь нет ничего такого. Это вот бесконечный процесс. Это вот всё до бесконечности. И слава Богу. Всё-таки я не верю, что вы не устаёте за несколько часов работы. Я считаю так, что если человеку нравится тем, чем он занимается, он не устает. Это возникает как самозаточка у ножей. Вроде бы казалось, они должны сейчас истощиться, и ты их должен вытянуть, но они самозаточились. Вот это вот такой парадокс. И вот человек, который любит свою работу по-настоящему, он не хочет никому понравиться. Когда ты хочешь понравиться, ты не любишь свою работу. Просто ты нашёл что-то такое нужное, и начал на этом зарабатывать деньги. И всё. А когда ты любишь свою работу, когда тебе нравится, вот даже когда тебе бьют башки, а тебе нравится, потому что ты от этого лучше становишься. С каждым разом. Когда вы работаете, сколько чая? Или кроме чая ещё напиваете? Кроме чая у нас никто не пьёт алкоголя. Вообще ни в каком виде. У нас никто не курит, у нас никто не пьёт. Вот. В пенсии? В пенсии. У меня вот в фотоклубе, сейчас скажу, из 20 или 30 человек, два человека только курят. И они попали на выставку? Они не попали. Я заставил их курить внешне, чтобы они... Ну, не важно. Да я вообще... Я вообще не вупрёк никому. Я просто хочу сказать, что...